Алло, алло. Здравствуйте, уважаемые народы, Боря Владимировна, наши гости. Сегодня мы с вами в этом дате собрались для того, чтобы обсудить будущие народы, развития. Укально на две минуты я поставлю, потому что я сейчас бегал с серым в теплое, с детьми на фесту. Интересный сегодня день. Отравлюсь, что многие вопросы решаются. И, конечно же, я хочу, во-первых, сказать слова истинной благодарности Радихаевича за то, что то, что мы сегодня с вами делали, оно получается в лучшем свете. Все мы друг перед другом растем. Если вы помните, я начал работать заместителем главы администрации города тогда еще и района по ЖКХ в 2001 году. Это было 12 января 2001 год. И первый, мы сказали такое, в армии говорили бы, это дембель-аккорд. Дембель-задание, не дембель-задание, вступительное мое задание – это встреча 2002 года создания елочной площади. Мы начинали с того, что мы впервые за многие годы те, ту елочную площадь, которая сегодня до сих пор, та горка, которую мы вместе создавали с Торстом Аркзадовичем Фатрубином, когда он еще, будучи сотрудником жилищного отдела, создавали. Вот эта горка из НКТ-свадин до сих пор служит. Вы ее в этом году наверное не идут. А до этого просто горку в декабре складывали из грязного снега, который собирали по всему городу. И потом полземы ее вывозили. И вот это развитие территории, пространства, общественных территорий, тогда закладывалось как «Я не самозвальством занимаюсь, а хочу вам напомнить, как это все виновно происходило. И как мы хорошо развиваемся и вперед идем, прошу оглянуться назад». И в 2002 год, когда вот этот перекресток на Худайбердина-Азина задумывали разные варианты. Здесь Азина-24А, или 20-24А, что было, а маленький дом, который мы снесли сейчас, ну, без экстремината. Не давал нам делать там круговое движение, задумывали. Высший глава, который подработал 18 лет у нас, Назир Садикович, встал вот на перекрестке, мы все заново стояли, я его уважаю, как человека моего учителя, не хочу никак не вот, а Хаэлю что-то. Он встал на перекрестке и говорит, давай вот здесь, говорит, артуре вы стояли, нет, давай вот сюда, нет, давай вот сюда. Я, как молодой начинающий зам, взял и сказал, разрешайте, это дело надо поручить, говорит профессионал. Это делается должно на профессиональной основе, и это должны делать проектанты, дизайнеры, которые создают вообще вот это пространство. Тогда я выражаться этими словами, Мария Владимировна, не умею. Но я сказал, как сказал, получил ответ, на это же деньги нужны, пошел ты-ты-ты-ты-ты, и меня прогнали туда же. Вот самым я, на ползор работаю. И вот, уважаемые инноводцы, сегодня разные тут свои общества, скажем, предприниматели, данкомы, собрались люди, которые, ну, в какой-то мере развитие инноводов видят, и тогда финансы не позволяли заказывать проекты. Проекты развития городских пространств, территорий, они и сегодня наши деньги не позволяют нам это делать. Но, с приходом ради колечия, создание проектного офиса, готовые, наличие, работают на сегодняшний день советника в лице Сарапова Ольги Владимировны проектного института Смирнова Дмитрий Евгеньевич, да, вот я с ними несколько раз встречался, G, или проектная группа 8, они и сказали, что для него. Сегодня я простыми своими на местном диалекте скажу, что сегодня уникальная возможность появилась для того, чтобы приседение власти, скажем, никто не говорил, нет, а я хочу вот так, я хочу вот так, этого не должно быть. Все это, проектное решение, должно, во-первых, должно приняться на уровне общественных обсуждений, на том, что утверждаться Советом района, Советом городского поселения, это должен быть документ, который долгосрочного развития нашей территории. И сегодня у нас уникальная вот эта возможность появилась, и дальше я уже предоставлю словно профессионалам, они уже не на моем газозном, извините, языке будут говорить, они уже будут говорить на тех уже архитектурных и на основе градостроительного продакса, ну, все, что они умеют, они скажут сами. И нам главное обсудить своевременно, своевременно внести свои предложения, для того, чтобы весь этот документ сформирован долгосрочно и правильно, и чтобы эти территории притягивали и на улицах, и молодежь, и жители среднего поколения, и жители старшего поколения, которые уже, ну, извините за выражение, кто-то на колясках если передвигается, чтобы он тоже имел концом передвигается на эту территорию. И у нас отлично получается взаимовязка уже назрел, сколько лет мы пробивали пешеходный мост через железную дорогу, он будет современный, его из железной дороги увязка есть, и сами что-то делаем, и население пусть в вашем лице все сообщества нашего города, района вносят свои предложения. Еще раз хочу выразить здраво истерные благодарности прежде всего ради форексу за такой правильный подход к решению вопросов. И я вроде бы попытался сказать, что мы хотели еще 15 лет тому назад сказать, всего, профессионалов с вами правильного ремняка. Но при этом уже наш город включен в список городов, которые будут поддержаны уже представителями, которые передавали выступить, главным советником главы республики в развитии общественного пространства. И самое интересное, самое главное, не сказал, при этом мы ни копейки денег в бюджетах, местного бюджета не тратим. Ни на проект, ни на крещение вклада в софинансирование. Спасибо. Все, конечно, вы уже сказали. Простите, мне звонило. Вчера было очень педа по нервизу. Вчера подобных обсуждений местам походим. Но вы уже сказали, я только вкратце на более житейском языке, скажем, профессиональном. Действительно, сейчас в республике реализуется большая программа, программа направлена на перезапуск городов. Это сейчас федеральная повестка, очень много нацпроектов и федеральных программ, и деспубликанских программ нацелены сейчас на преобразование нашего городов и городской среды. Реализуются в республике программы формирования комфортной городской среды. Реализуются специальные программы ради Фариджа по развитию парков и скверов. И следующий год, ближайший год, объявлен годом эстетики. Все это произойдет к тому, что в городах появится еще больше освещения, тротуаров, общественных пространств, общественных территорий. Потому что та среда, в которой мы живем, жители живут, это по сути и доз. Она формируется именно общественными пространствами, тротуарами, дорогами, дворами, машинами и так далее. И приближающие системы общественных пространств, действительно, мы уже не первые нас в Инауле долго думали с главой района, какую территорию не будет приоритет для города. Потому что для нас, как для республики, очень важно будет понимать, какие территории кучевые в каждом городе, куда вложения в какие территории дадут максимальный эффект. И именно территорию елочной площади улицы Ленин, пешеходная, дорыбочная это часть площади перед ЖД-розалом, ЖД-мост и северный микрорайон нам показались, связь с северным микрорайоном нам показалась, что она наиболее важна. И по сути это сердце не только Геннолула, это сердце всего района, потому что выходные сюда приезжают очень много других поселений и это прямо стратегически важно, какая территория. Мы потом приезжали сюда специалисты, архитекторы, городские тренировщики, специалисты по работе с жителями, социологами. Мы просто все влюбились в это место, влюбились в наш город. И было принято решение, все эти проекты, все эти территории были представлены ради встречи, и было принято решение, что именно эту территорию мы сейчас будем выдавать на конкурс федеральных малых городов исторических поселений. Этот конкурс очень сложный, но и очень амбициозный. Он направлен как раз на то, чтобы поддержать малые города, поддержать какие-то уникальные, интересные, амбициозные, необычные проекты, которые ни силами города, ни силами региона реализовать невозможно, очень сложно, но эти проекты вот именно федерация поддерживает целенаправленно. В этом году у нас уже три города победили в этом конкурсе. Бирск, Бирбейшн, Ванн. Суммы сейчас инвестиции в эти города составят порядка трех сотен миллионов рублей, конечно, очень больших денег для этих городов, десятикратно, наверное, десять лет, ну, если вот, сколько они получают, на краску, среду, десятилетний период эти суммы не получили. То есть, это серьезная такая возможность и большой шанс для города преобразовать, создать как-то уникальный проект, который станет не только десятилетной карточкой города, но и прямо прозвучит на федеральном масштабе. Но сделать это в одиночку у нас не получится, это нужно делать вместе с жителями, и это очень интересно работать вместе с жителями. Объясню несколько раз почему, или, например, как вам расскажут под подробную. Потому что моя профессия, вообще, когда я, как планировщик, я занимаюсь развитием городов стратегических, и я понимаю, что даже самый лучший специалист, самый лучший архитектор никогда в жизни не скажет и даст лучшего решения, не сформулирует лучший запрос на территории, чем жители, которые каждый день на грамм ходят по дорогам, ходят по этим территориям, знают, где, что как неудобно, где, что, чего не хватает. Только жители сформулируют четкий запрос, что они бы хотели делать на ту или иную территорию, потому что все это создается в собственном ряде жителей. Именно поэтому проводятся подобные мероприятия по всем городам Башкины сейчас, в том числе Дненаули. И сегодня я сейчас предпосажу Надежды Снегирио, Снегирио, и Буйки Снегирио, там еще есть, это архитектор, команда архитектор, это лучшая, потому что одна из лучших команд в стране, большие друзья с Болгареем, они проектируют очень много очень классных общественных пространств и у нас жить забыли. Надежда, я буду рад сегодняшней встрече и сейчас пытаться расскажет, как и чем мы займем эту встречу. Спасибо большое. Спасибо, субтитры. Давайте поблагодарим за выступление, и сейчас я буду убедиться, что хорошо слышно меня. Хорошо слышно? Погруче не надо, Без микрофона я слышу совсем, да. Тогда оставляй микрофон. Я сейчас расскажу пару слов от Дани Сыгнадежды, я буду модератором нашей встречи, но сначала расскажу пару слов о том, как будет устроено наше сегодняшнее обсуждение и это все хорошо. Вообще, надо сказать, что вы пришли в мероприятие, которое называется проектно-семинар. Это формат интерактивной работы в малых группах по созданию своего проекта общественного пространства, своей стратегии развития этих мест. Вот здесь вас может очень сильно напугать, что вы заявили время 2,5 часа. Обычно на лицах я вижу такое разочарование и тотальное, когда об этом честно говорю, в начале встречи, но поверьте мне, это время пройдет незаметно и очень интересно, потому что мы постараемся, вот сейчас закончим нашу речь и постараемся говорить по минимуму, и больше времени оставили для того, чтобы вы говорили о том, как вы видите развитие этих мест. Как будет наша встреча устроена? Мы сначала поговорим немного про общественное пространство и нару, уже начали. Дальше я расскажу как будет устроено наш проект на семинар, как будет устроена работа в группах и мои коллеги помогут вам эту работу наладить, потом у нас будет работа в группах и презентация только в групповой работе, когда мы от каждого стола попросим выступить представителям и вкратце рассказать о ваших основных предложениях. и вкратце это буквально за три минуты. Но вам будут подходить модераторы, мои коллеги, которые будут помогать вам формулировать предложения, и мы просим фиксировать и на карте, которая у вас уже лежит, и на специалистах, которые мы раздадим, для того, чтобы ничего не потерялось. И, конечно, эта встреча, она первая. У вас будет похожего формата обсуждения уже в городе? Кто участвовал? Поднимите руки, кто участвовал в каком-то... Никогда не было, да? Такого вот странненького. Но это же эта встреча у вас первая на самом деле практика, которую мы разговаривали в Татарстане с 2016 года, сегодня она стала уже одним же инструментом по работе с территорией, признанной федеральными дни, поэтому я надеюсь, вам понравится, приживется и будет обсуждать не только этот вопрос на многое другие. Есть у нас правила такие, да? В нашей встрече мы просим всех участвовать активно, потому что нет неправильных ответов. Вот мы говорим сейчас про доверие, про генерацию людей, проходит много смысл для этих территорий, поэтому мы просим вас делиться своими идеями, но при этом, чтобы высказаться, поднимать руку, и тогда я или мои коллеги, когда делят к вам с микрофоном, вы вас будут слышны хорошо, потому что ты у меня сейчас. Мы просим вас когда в группах начнете работать, уважать точку зрения каждого. важно, что ваше точное зрение может отличаться, потому что территория несложная, неспорная, но при этом постарайтесь договориться. Да, важно, чтобы мы видели мнение вашей команды, может быть, вы все за столами знакомы. Кто знает всех в зале, знает? А ну да, а кто сидит за столом с незнакомыми, донимите, пожалуйста, руки. Тут хоть один незнакомый человек есть у вас? Так, меньшинство. Ну, давайте надпись, чтобы, да, кто незнакомый обязательно познакомился, потому что у нас есть такая цель еще добиться того, чтобы кому-то из вас стало интересно дальше в этой группе участвовать. То есть это не одноразовое мероприятие для нас по системе работы, которое начинается с предназначения ТЗ, по сути, на этот проект. Дальше мы будем разрабатывать концепцию, которую также будем с вами обсуждать. Если вам это интересно, пожалуйста, подключайтесь и давайте вместе будем командой этого проекта. Кто-то уже знаком с нами, мы виделись вчера, встречались, например, с представителями домокоментированных питаний, да? Да, ну, просто так же предпринимателям с кем-то встречались, уже спасибо вам большое, что вы пришли на все сегодня тоже. Итак, с участвующим проектами называется этот метод, о котором я так долго рассказываю. Ну, вот, обычно так это выглядит, и суть в том, что в малых группах мы можем договориться быстрее, чем в формате, ну, если бы каждый выступал индивидуально. Или, может быть, когда я был на публичном слушании, например, вы знаете, кто-нибудь был на публичном слушании, вообще знает, что это такое, да? Вот мы не про это, мы не, у нас нет никаких готовых решений, мы не пришли, чтобы развязать какой-то проект, искать, что это должно быть, мы, конечно, специалисты, если мы попросим, но нам важно, чтобы проект был жизнеспособным, устойчивым и вообще делался в диалоге в городе, поэтому мы сначала спрашиваем у вас, потом мы приходим с решениями, вместе договоримся и выбираем правильные решения. Каждая группа вот так примерно прозитует, но у нас немножко другой формат работы сегодня, иногда бывают такие вот значки с активностями, которые будете использовать ты, потом мы делаем общую сборку, на острове анализа всех карт и всех материалов. Мы получаем все изолированные, предполагаемые, которые предложили горожане. Пару слов про стратегию развития общественных пространств и наулы. Я хочу попросить сказать Петра Смирнова, моего коллегу с командной проектной группы 8. и начинаем мы с разработки стратегии. И, как уже было сказано, стратегия наулы действительно была признана состоятельной и нашла свою поддержку от республики. Нас приехала к вам большая команда. То есть, на самом деле, это даже не только проектная группа 8, но еще наши партнеры архитектурное бюро ЗАП. С вами работают сразу две команды архитектора. Это значит, что их больше, чем у меня пальцев на руках. И мы все будем работать над тем, чтобы сделать вам классный проект. У нас, правда, нет готового решения. Мы сейчас как раз собираем от вас запрос на то, что должно появиться на этих территориях. И не сильно останавливаясь на стратегии, остановлюсь на конкретном пространстве пилотном, которое было выбрано для реализации в первую очередь. То есть, уже буквально начиная со следующего года. Поэтому нам сейчас нужно соответственно быстро его спроектировать. и поэтому нам нужно с вами качественно провести это мероприятие, для того, чтобы мы ушли уже в проектирование. Как уже было сказано, есть проект с РЖД. Есть прям инвестиции в строительство нового моста. Это действительно хороший и нужный проект для города по развитию как раз перехода на северную часть и обустройство прилегающей вокзальной площади. РЖД готовы инвестировать в эту территорию и проект у них как такового еще нет. Они готовы прислушаться к профессиональной экспертизе, прислушаться к тому, что хотят делать местные жители и соответственно в единой концепции реализовать этот проект. Дальше мы логично собственно идем вдоль сквера жизнедорожника. Он у вас значит, немножко недоделан может быть где-то, можно сделать лучше. Тем не менее работа уже начитает, уже общественное пространство, которое встречает нас на выходе с вокзала, через который проходят постоянный транзит тех, кто ходит в северную часть и соответственно тех, кто идет с вокзала в город. Дальше мы проходим мимо территории старого автовокзала и спускаемся по вот этой вот мы так и не поняли улица это не улица переулок не переулок это в общем-то мы называем такой проход между рутком и собственно жилыми домами по на 8 или на 10 там где располагаются вот эти магазины там где бабушки торгуют с лотков своих а почему именно так да потому что это на самом деле уже сейчас живой транзит там уже есть люди нам кажется что нужно развивать те территории где уже есть жизнь есть активность и просто там нужно действительно прибраться и по-другому организовать это место чтобы оно просто лучше работало чтобы там было приятно находиться чтобы это все выглядело симпатичнее решить те проблемы которые существуют и дальше мы совершенно логично спускаемся к елочной площади елочная площадь с одной стороны она как бы и замыкает вот эту вот территорию с другой стороны она и является может быть точкой входа потому что условно говоря если мы уезжаем в город со стороны Уфы это приглашающее нас пространство то есть оно тоже в чем-то является такой карточкой города оно совершенно значит логично у нас утыкается в улицу Азена улица Азена у вас сейчас значит проходит там асфальтирование и собственно это позволит нам связать вот этот вот популярный транзит с уже существующим но по сути центром города у вас сейчас улица разъясняется как таковой на елочной площади тоже мы уже много говорили о том что возможно нужно не только организовывать сильные активности но и летние но я думаю что об этом мы более предметно поговорим позже действительно наша работа сейчас органично вытекает из стратегии было голосование у вас и собственно люди голосовали большинство там за елочную площадь было и также голосовали за вокзальную площадь за рынок мы просто действительно решили в том числе объединить вот эти вот территории и выбирать какую-то одну потому что окажется что это все нужно делать в комплексе в совокупности и по сути прямо сейчас потому что чтобы нам увязать и проект РЖД и проект развития рынка и общественное пространство на елочной площади нужно это все делать комплексно и вместе поэтому у нас такая вытянутая большая территория у нас с вами сегодня мероприятие проектный семинар на котором вы по сути выступаете таким заказчиком у нас архитекторов как исполнителей то есть мы действительно хотим действовать ваших интересов с тем чтобы сделать такой проект который будет актуальным нужным полезным для города тот который вы полюбите тот которым вы будете готовы участвовать реализовать какие-то свои проекты которые носить инициативу тем которым вы будете гордиться дальше мы подвернемся примерно через месяц с предварительной концепции то есть перед тем как дальше все это передавать в том числе и федеральные комиссии на конкурс мы к вам вернемся с тем чтобы уточнить правильно ли мы считали ваш запрос нужно ли что-то поменять может вы нам скажете что все отлично может вы нам скажете что нужно прокорректировать в общем мы вернемся и дальше соответственно у нас есть конкурс конкурс это не значит что это какая-то значит рулетка и если мы проиграем то ничего не будет потому что инициатива республики направлено на то чтобы все равно даже в случае проигрыша хотя мы вообще не нацелены на проигрыш мы такая команда которая честно говоря привыкла выигрывать поэтому мы здесь тоже настроены выиграть вместе с нами то все равно это будет реализовываться в рамках региональных и федеральных программ программ ну и собственно наша цель начать реализацию уже в 20-м году а в случае победы с конкурсом мы прямо должны куберкум условиям завершить ее в 21-м поэтому то что мы обсуждаем это действительно пойдет сразу же в работу как я думаю что я дальше сразу небольшая спасибо Дмитрий сразу небольшая рекламная пауза мы сделали конкурс в социальной сети ВКонтакте надеемся что все пользуются и по вот этой ссылке там же может быть пройти опрос ну скинуть можно будет смотрим вопрос где можно будет друзьям знакомым кого сегодня здесь нет потому что конечно здесь не так много забрось не все горожане скинуть ее чтобы не то что полгей поделились своими идеями с нами но еще эта группа нужна вот если вам интересно следить за ходом событий какие-то идеи появятся после сегодняшней встречи мы промежуточные все результаты будем здесь публиковать чтобы увидеть что пожалуйста присоединяйтесь будем рады называется как общественное пространство и новое можно так забить в поисковик социальной сети вконтакте и вы найдете также мы раздали анкеты на входе Наталья моя коллега раздавала мы просим запомнить я знаю что там много вопросов потому что очень интересно у вас город такой очень интересный много информации можно у вас очень очень большая анкета тем не менее просим вас за фокус по возможности оставить свои контакты дальше если вам интересно участвовать в этом проекте и прежде чем мы приступим непосредственно к работе в группах я хочу задать мне какую-то может быть фокус работы на то что как-то помочь сориентироваться а что вообще мы можем сделать и о чем вообще мы говорим когда мы говорим про обустройство этой выборной территории и какими может быть общественным пространством мы конечно можем отразумевать с одной стороны комплексное обустройство каких-то территорий когда простран какой-то потом взяли обустроили началось например комплексного обустройства бульвар по-другому построили в Казани или например как может выглядеть комплексная переорганизованная городская площадь вот на этом месте была парковка еще год назад сейчас вот такая площадь это в Казань спальный ну как спальня не центральный район скажем так где практически нет общественных пространств у людей когда это место появилось все в районе узнали что оказывается много детей живет и вообще многие ходят и говорят мы не понимаем откуда берутся дети потому что у детей прибегло с места где гулять безопасно переходя дорогу они не могли попасть от школы раньше вот в это пространство теперь они попадают от школы через переход вот здесь гуляют здесь и подразумевая подразумевая о развитии территории мы говорим о комплексном устройстве в частности если обратите внимание на делочную площадь она у вас уникальна она работает почти зимой только наверное даже только зимой так надо честно это не могу сказать притом вы понимаете большинство городов это проблема все работает летом зимой не работает ничего у вас обратная ситуация это уникально и кроме того мы хотели бы чтобы эта функция активной жизни прижилась туда и была и летом весной и осенью и для сбежащихся учреждений потому что там есть дом юнотехника например не дом а как правильно станция спасибо станция юнотехника которая могла бы это место использовать тем более собственно территории у них нет и кроме того контекстного устройства если мы говорим про улицу вам вообще хорошо видно эти картинки нам до свет придружить надо свет включить надо да а может как-то свет немножко убавить лучше мы будем попробовать сейчас эту задачу решить если у них получится это классно значит пешеходная улица нам тоже хочется чтобы мы на нее посмотрели по-новому сегодня потому что на самом деле так лучше да по-моему намного так вот давайте придумаем как было пироги да вот пешеходная улица если мы о ней говорим это же не только вот вы показали специальную улицу в историческом центре обратите внимание она живет не за счет того что здесь какое-то уникальное благоустройство или ровное покрытие нет здесь просто есть какая-то жизнь какая-то выставка какая-то торговля хорошо в едином стиле обустроены первые этажи то есть это становится городской достопримечательностью в которой появляется жизнь и по улице ну я называю улицу Ленин да простите меня потому что по сути каким-то образом дома получили адреса Ленина 10 Ленина 8 возможно это проход между рынков и домами но можно сделать из него какую-то достопримечательность которой и на улице может гордиться где будут фотографироваться все ваши туристы потому что там уже есть жизнь есть уникальная атмосфера куча-куча людей которые в общем-то что-то там делают и все это можно как-то ну из некого может быть хаоса сегодня привести в порядок и сделать местом которым все будете гордиться ну вот например еще один пример это способ преобразования улиц пешехода получилось по стране в разных городах в мире когда нет денег сразу построить улицу вы думаете только у нас сразу нет денег в России нет вообще-то делают давно тестируют ставят оземенение например какой-то контейнер ставят столики ставят студия и просто даже зомируют например это велодорожка они провели эксперимент ее сделали а это такая пешеходная дорожка красиво разрисованное обустройство и они тестируют например в течение года работает только пешеходные зоны а потом устраивают вкладывают деньги когда деньги находятся когда иместится постепенно ну потому что когда вы понимаете когда прям востоку бешеную инициативу местных жителей или бизнес или сообществ или города то деньги конечно еще быстрее перемигаются быстрее И это тоже пример устройства, на самом деле, активации территорий. Следующий пример тоже, что еще может появляться на пешеходной улице, мы говорим о том, что можно и как-то декоративно подсветить, можно организовать островки для отдыха и общения, если они нужны, конечно, такие микрообщественные пространства, можно организовать как культурную дорогу. То есть, да, конечно, это вопрос, нужно говорить, друзья, а вы все меня слышали? Да? Вы точно меня слышите? Просто мне очень тяжело говорить за акустикой параллельно с вами, поэтому я была бы рада, с которым я все слышала. Да, я с этим вдохновляю, это супер. Значит, вот этот пример, да, когда нам надо как-то было организовать торговую, вот можно найти способ сделать это красиво и сделать это в стилистике городской. Места на отдых и общение. Вот общественное пространство может быть не только капитально глупоустроено, как на первой картинке, да, там оно стоит несколько миллионов, а может быть временно обустроено, какие-то небольшие такие вторжения в среду, которые туда привезут возможность проводить мероприятия, например, организовать какие-то неформальные обсуждения, просто отдыхать. То есть решения у вас могут быть разные, более того, поможем с помощью каких-то тестовых решений. Временных, но временных, например, лет на пять, вот таких вот, не на века, там, не в граните и, не знаю, в чугуньях, а на какие-то эксперименты мы можем в городе проводить, если мы хотим это делать и хотим понять, что у нас лучше выстроить эти пространства. Вот, например, такое пространство стоимостью 10 тысяч рублей, я лично с ними, я думаю, в общем-то, делала лет пять примерно назад в одном из городов, и это работало довольно успешно, хотя цена выложения была очень низкой, да. В то же время студенты во дворе получили место для мероприятия, которое никогда раньше не существовало, а у них не сбился до сих. Места для отдыха и общения могут выглядеть еще и как активные жены. Например, это не просто сатамейки, на котором можно посидеть, а еще это могут быть качения, на котором могут качаться дети и взрослые. Это здорово помогает активировать улицы и общественные пространства в течение всего года. Это проект Карина, да, Карина, вот мы реально. Это то, что для вас будет работать. Мы много говорим про детей, да, и вообще вопрос инфраструктуры детства в городе, уместности детских гравитационных в этих пространствах, потребности есть или нет. На этот вопрос мы тоже спросим вас, подумайте, ответите детскую площадку, уверяю вас, мы можем сделать для вас уникальную, которая будет про ваш город, которую мы вместе, ну, в последствии сможем эти производители, которые смогут его качественно произвести. То есть мы говорим сейчас не про типовые какие-то решения, которые есть во дворах. Мы говорим про то, что если в городе есть такая потребность, в особенной инфраструктуре, все это можно в этом проекте воплотить. Конечно, это удобство для всех. Я вот у вас на сегодня одном из КФ заметила, который значок, что добрен ручными людьми. У вас, если кто-нибудь может быть, знает, у вас есть ассоциация ветеранов, вообще-то, которая одобрила бар «Грильф», как это называется? «Легриль», да. Которая одобрила «Легриль», посмотрев меню, и сказала, что да, вот нам тут подходят. И мне кажется, это очень хорошая вообще такая практика, потому что общественное пространство должно быть удобно для всех. То есть вы мне подскажете, для каких групп людей, на кого вы должны ориентироваться в первую очередь. Кому в городе сейчас некомфортно, мы тоже будем вам очень благодарны. Например, вот эту лавочку мы проектировали специально для парка, проводя тестовые образцы, производя, да, поняв, что, например, пожилой человек не может встать со скамейки, если на ней нет спинки, люди не могут там сидеть в возрасте. Если нет подлокотника, они не могут встать часто. Мы с вами, наверное, не можем сейчас так понять, но когда люди очень-очень пожилые, им очень-очень тяжело ходить, и бывает даже сесть на скамейку, это сложно. Встать со скамейки это сложно. Если вы понимаете, что в вашем городе есть пожилые люди, которых нужно, правда, особенно позаботиться, если не так, пожалуйста, тоже расскажите нам об этом. Ну и, наконец, мы говорим, когда про общественное пространство, это еще инфраструктура для мероприятия. То есть когда елочная площадь работает в Новый год, ну, наверное, все туда приходите, да? А вы представляете, да? Туда можно было бы приходить в Новый год зачем-то. Можно посмотреть кино на открытом воздухе. Я привела этот пример просто потому, что он не самый простой пример, который почти ничего не стоит. Потому что можно поставить экран, привести звук, сделать вывод розеток и организовать мероприятие, собственно. И старые фильмы можно купить, по-моему, даже с минимальной какой-то лицензии, просто и говорить о каких-то уникальных фильмах для публичного показа. Инфраструктура для спорта, может быть, нужна, потому что, мы говорили, что есть подростки, которым вообще-то некуда себе деть, некуда пойти, специальных местных их нет. Что для них нужно? Где это уместно? Может быть, это какие-то отдельные элементы, которые могут работать как для спорта тоже. Работа с городским озеленением. Вот очень прошу всех обратить внимание на это. Достаточно есть сейчас, например, на проходе между рынками домами озеленение. Лишь там есть палисадники, они вроде есть, да? Но, по-моему, это больше запор, чем у палисадников. Там что-то у кого-то растет, а где-то у кого-то, ну, что-то непонятное происходит. Кто-то вообще застартировал уже, смирился с фактом величия палисадника. В общем, вопрос, да, что это тоже не то, что определяет качество и экологичность общественного пространства. Просьба на это тоже обратить внимание в этих проектах. Формирование ландшафта также, да, это вопрос о том, что где-то у нас, возможно, ну, вот, нам хочется какое-то интересное место, какое-то реперситативное городское место получить. Работа с окружением. Мы говорим о том, что вот сейчас мы можем смотреть на это место шире, не только на обустройство, а еще это, например, фасады, которые мы можем преобразовывать, если есть какие-то связанные с этим проблемы. А можем добавлять туда немножко творчества. Это город Садка. Кто-нибудь, может, любит Садке? Вот там дата проходит фестиваль, когда приезжают художники, придумывают проекты, ну, со смыслами проекты, не пытаются, да, как-то согласовывать с местными жителями должен быть. Людям нравится то, что находится в ней в доме. А это вот город Викса, похожий, да, когда, ну, в общем, я пять, наверное, назад, в Виксе начался фестиваль артографа. Кто-нибудь слышал про него? Это такой, Викса промышленный город, они проводили такие трубы, там, когда-то дал прокат, в общем, они начали проводить фестиваль, начиналось с того, что они ставили артографы в парке, а их местные жители, как думаете, что? И сжигали. И просто ломали, там был костер очень красивый. Ну, вот, но смысл в том, что пытались много аккуратно понять, что не так, иначе в итоге сотрудничество с жителями, стараясь искать уже местные смыслы какие-то, и эти местные смыслы дизайнеры воплощать, чтобы люди гордились объектами, которые создаются художниками, чтобы они решали какие-то городские задачи. И этот конь, он сегодня стал чуть ли не символ города Викса, он выжил, его сделал художник, и он сегодня, ну, такой образ, по которому город узнают. Вот, если показываешь эту картинку, бывает, например, выкосы, мы видели этого коня там, может быть, в городе, да, в вашем душе следует поработать лучше с местным колоритом, поймать какую-то уникальность, которую отобразить надо всереде, чтобы у вас было место, в котором вы гордитесь, чтобы, смотря на что, да, вы говорили, о, это точно наш город, и все должны обязательно на это место сходить и посмотреть. Также мы говорим про то, что вот мы попросили нам помочь, у коллег, в организации этой встречи пригласить представителей и бизнеса, можете поднять руки, кто у вас бизнес представляет, пожалуйста. Ну, не бойтесь, я знаю, что вы здесь. Спасибо. И представителей, жителей, которые, в общем-то, рядом с этой территорией живут. Ну, вы же живете там рядом. Жители, да. Кто живет рядом? Ну, я не живу, я в Косове живу, да. В общем, мы говорим о том, что у нас также, я так понимаю, сегодня с питью вашей, да? Да, то есть, я просто хочу сказать, что, например, вы уже очень многое делаете в своем городе. Например, мы когда с начальником вокзала разговаривали, вчера мы были поражены тому, что, вы представляете, у вас есть полевая кухня. Это феноменально. Вы проводите мероприятия. Я не понимаю, что у вас был воскресный хор, который выступал в вокзале. И это действительно, это уникальность. Это вы думаете на всех вокзалах, как происходит в вщельничьем подобном. И мы говорим о том, что очень в общественных пространствах важны проекты в партнерстве с местными сообществами. И вот эти активности, которые вы уже делаете, может быть, какие-то планы, которые вы хотели бы реализовывать, они здесь важны, потому что видеть город, на самом деле, вы можете еще сегодня. Нам для этого особо-то не нужно ждать победы в конкурсе. Хотя мы, конечно, будем стараться победить, это суперважно, потому что мы огромны деньги. Но глобально делать какие-то тестовые решения временные, да, это примитивный пример, очень дешевое устройство, когда растение в таких предвижных катках, а мемя сделана из досок и полет самым простым способом. Но это уже общественная пространство, это, по-моему, центр Риги, если не ошибаюсь, то есть, или даже Парижа. В общем, это поддоны, да. Но на самом деле, вот тут поддоны тут уже имитируют поддоны. Как-то постеснялись, или поддоны какие-то модные, я не знаю. Но суть в том, что что-то сейчас уже можно делать и не бояться экспериментов, потому что жизнь в общественных пространствах есть только тогда, когда эти нестанужные люди. Может быть, у вас будет инициатива по такому тестовому временному преобразованию, прежде чем капитально что-то устраивать? Ну и последняя такая тезис, я знаю, что вы уже устали на меня слушать. Мы говорим о том, что пространство общественное, это могут быть еще и временные площадки для мероприятия. Это моя любимая история из города Руссу. Мои знакомые зовут Кристина. Кристина выросла, кто-нибудь знает в Руссу что-то такое? Татарстань, город небольшой. Ну прям совсем маленькая, сложность большая с экономикой. Но, очень плотно, жила такая девочка Кристина, она естественно выросла, уехала в Петербург учиться, как бы поступают все молодые люди примерно сейчас. Ну, может это не в Петербург, но тем не менее. И она приехала как-то к себе домой, там родители живут. И она понимала, что вообще в городе очень все печально и депрессивно и ничего не происходит самое ужасное. То есть, вот ты молодой человек, ну там до 30 или относительно молодой, там до 50, тебе некуда пойти. И она решила на заднем дворе ДК, который был загрошен, вот этот заборчик, вы видите, организовать на летную площадку, которая вызвала место встречи, в Уфу. Она для этого выиграла президентский грамм 100 тысяч рублей и еще выиграла грант от главы. В общем, 200 тысяч человек было всего. Она запустила на все летную такую площадку мероприятия, а для мероприятия она просто обустроила, разрестовав тут, ну как-то асфальт, закупила столы, скрули, сделала небольшой в целу, даже контактчик запустила, повесила лампочки и флажки, начала проводить мероприятия, импровизированные на такой сцене, где она брала людей. Она по всему Татарстану, и не только Татарстану, искала активных у ребят, которым интересно было прочитать лекцию, выступить с концертом, прочитать стихи, провести занятия, и каждый вечер, ну как бы два раза в день, на самом деле, на протяжении 4 часов у них проходило мероприятие. Плюс ко всему, что они там делали вообще? Они там английский язык изучали для взрослых, которые по-английски вообще знали три предложения, они не побоялись туда приходить, научились разговаривать. Там, на самом деле, даже работал психолог, который работал с женщиной, потому что там была очень сложная ситуация, когда образовывающее предприятие закрылось, но и остались без работы, и как бы, да, психолог, если у меня эта ситуация прорабатывала. Друзья, вообще-то не место, где ходит психолог, это считается чем-то странным. То есть какие-то такие практики, которые для города были недоступными раньше или были уникальными, они пытались тестировать на этой площадке. Очень много работали, конечно, с детьми, пели песни, показывали концерты. Когда я как-то, когда я ей звоню, было много такое расстроено, я говорю, «Пустина, почему такое расстроено, что случилось?» «У меня сегодня так мало людей пришло на мероприятие, может быть, я зря все это делаю, и вскоре, как бы, 300». То есть, как бы, да, вы понимаете, да, что очень минимальными средствами можно вовлечь огромное количество людей, потому что 300 человек, это даже для Казани федоминальное количество участниц в любом мероприятии. И поэтому, если вы увидите в этих общественных пространствах целость, и хотите создавать какие-то временные площадки, это позволит вам активировать потихоньку все эти места. Можно не только эти городские места, можно и работать на что-то выходит. И, возвращаясь к нашей территории, у вас не стало отлично какие-то карты, мы специально подготовились, чтобы мы могли с ней работать, до фиксации каких-то базовых идей и предложений. Я расскажу сейчас, как будет устроен наш семинар. Мы сначала просим всех поработать в группах и ответить на вопрос, да, Наталья сейчас вам раздаст вам паузы листы, вообще ответить на вопрос о том, как сейчас эта территория устроена, что сейчас здесь происходит, какие-то есть проблемы, какие-то есть ценности, кто ее как пользует. А дальше, вы понимаете, вы их местах, вы сейчас им проиллюстрируете, я просто хотела, чтобы мы уже в групповой дискуссии могли перейти, чтобы мы ваше время не понимали. И дальше мы хотели бы, чтобы вы, уже работая с картами, подумали, а как вы хотели бы увидеть эти места в будущем. Вот примерно через 3-4 года какие у вас идеи предложения, то есть на месте, которые Наталья издала, мы фиксируем то, что сейчас, а на карте уже то, что мы хотим здесь видеть. Вот, в общем-то, эта иллюстрация, напомнить вам, о чем у нас пойдет речь, и эта карта, все понимают, в каких местах мы говорим? может быть, здесь у кого-то какие-то вопросы уточняющие. Вот, да, как мы работаем здесь, просьба такая, обсуждать в группах, вот, да, и фиксировать все, то есть надо сейчас выбрать кого-то одного с хорошей почерпы, которую мы потом сможем прочитать, а не выбрать, потому что мы все это будем анализировать, и кто будет записывать? Давайте, пожалуйста, вот сейчас буквально выберем кого-то одного в каждой группе, кто будет записывать? У вас кто будет записывать? Кто выбрал, пожалуйста, под видео покажите, что раз все хорошо. Так, раз, два. У вас? Так, ну ты выбрал, не так, а у вас кто-то? Так. Это уже сложно, вопрос, да. Ну, хорошо, значит, да. А есть кто-то кому еще нужен в пути, кто находится на работе? Нет? Это одна команда. Надеюсь, что все столицы-то останутся и есть возможность быть с нами в конца. Так, значит, выбрали того, кто будет записывать? Все выбрали, отлично. Значит, дальше мы просим вас, если вы не знакомы, познакомиться со всеми участниками группы, рассказать о себе, чем вы занимаетесь, почему вам интересно развивать общественное пространство единого ума. На этой задаче у нас буквально с вами 5 минут. Просто по очереди. Коллеги-модераторы к вам будут подходить, вот, модераторы, поднимите руки, помогайте, у кого будет вопрос какой-то, просто поднимайте руку, к вам подадут ребята, подскажут, если они будут можно сразу выходить, вам помогать. То есть первая задача, что мы все вместе просто разберемся. Спасибо. У нас только вечер, вечер в доме, не будет. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Друзья, поднимите, кто познакомился уже, никого не учился, пройти первый этап нашего вопроса. Так, а кому надо больше времени? Хорошо, ждем еще пару минут и переходим к следующей задаче. ДимаTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан! Так, вот здесь половина меня не слышит, теперь в середине меня не слышит, кто меня слышит? Да, значит, дальше мы с вами, друзья, а можно еще мы, пожалуйста, пытаясь спросить, задание следующее, и мы пойдем дальше. Следующее задание по очереди про каждую территорию, то есть мы будем говорить сначала о нашей свелочной площади, дальше под реформациями до вокзала. Итак, ответим на три простых вопроса. Кто и как использует это место сегодня? Что вам в этом месте нравится? Есть ли у него какие-то ценности, какой-то дух, атмосфера, который вы хотите сохранить? Может быть, какие-то утраченные функции, которые раньше были? И что вам не нравится, что вы хотели бы изменить? Понятна задача, да? Сейчас поэтапно идем по каждому месту, а на этой задаче с вами максимум 20 минут. Спасибо. 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 Мы просим каждую группу 7-4 минут, это очень быстро, рассказать, кто был в вашей группе, чтобы вы понимали через запросы и пожелания, и пройтись по каждой территории в любом порядке. Какие там будете для сегодня сложности, что вы предлагаете сделать в этом месте? Первая группа. Передаем вам слово. Время пошло. Итак, добрый вечер. В моей группе были учителя, несколько предпринимателей и сотрудники администрации, в том числе Евгения Натана. Я считаю, что все обладаем определенной экспертизой по поводу улучшения города. Ну и сразу переговоры в дело. Начну с вокзальной площади. Мы считаем, что сам по себе объект является воротами, северными воротами, потому что хвоста. Его нужно сделать некой резидной карточкой, очень запоминающейся карточкой, в том числе, чтобы люди с проезжающих крестов, возможно, не выходят, чтобы они видели какие-то знаковые символы и запомнили ее на улыбку, в том числе по этой резидной карточке. То есть это основная идея. Также нужно благоустроить, чтобы была очень хорошая крестика для людей, удобная. И мы даже немножко как бы фантазировали, придумали такое объекты, при выходе из моста должны какие-то вороты действительно стоять, чтобы люди, проходя через них, понимали, что вот они через северные ворота прошли. Вот, по этому объекту все. Дальше торговые. Ну, смотрите, на самом деле смущает немножко столкотворение и машина людей. И кажется, как будто нет немножко порядка. Мы предлагаем определенное зонирование, провести, разделить, возможно, по рекламу прямо посередине территорию, чтобы правая часть, которая ближе к торговым, как и там, она была для автомобилей, могли проехать и сбрузиться. А левая часть была отворожена только пешей. То есть мы, в принципе, позиционируем эту улицу, пешую улицу города, где люди могут комфортно проводить время, сидеть, ожидать кого-то встречаться. То есть это очень важно. И хотелось бы добавить какого-то колорита, либо каких-то этнических мотивов. Может быть, также вот по поводу, когда люди перемещаются, чтобы они на фасадах видели какие-то картины из истории города и наук. Ну, либо вообще какие-то картины, которые представляют профессии, какие-то рабочие, может быть, еще ремесры какие-то. Вот, по поводу площади между торговыми центрами. Мы ничего не смогли придумать. Эзотически вроде бы это торговка, она не должна остаться торговкой. Единственное, хотелось бы там сделать определенную тоже логистику, отделительную парковку тротуаров, чтобы людям было понятен, где тротуар, где парковочная зона. То есть мы готовы сокращать парковку, в этом случае, в этом случае, чтобы люди могли пройти. Просто парковку, да, и все-таки, наверное, пешую часть сама поделась в парковочную дорогу. То есть, пешую зону должна проходить дальше. Вот. С площадью, с елочной. Ну, идея очень много, на самом деле. Основная сложность в том, что лето используется, это пустын, немножко грязно, на самом деле, мы с вами сегодня гуляли, видели, да. Нужно сделать какое-то покрытие, чтобы было чисто, организовать прогулочную зону. И одна из идей, в России, вот такая, организовать, может быть, какой-то логотип города, чтобы из высоты птичьего полета, там, со спутника было видно. Вот. И, может быть, добавим какую-то инкаризированную официальную несколько раскамеек, чтобы люди могли просто приходить, сидеть, играть на петарах, нормально проводить просто время. Вот. Вот. На этом наши люди все-таки. Спасибо за внимание. Спасибо. Можно вопрос? Подождите, пожалуйста, если не выходите. У меня осталась одна минута, если могу задать вопрос. Все-таки поемочную площадь я что-то не поняла. Это место для чего вообще в городе? Ну, посмотрите сейчас. Вот логотип, я просто не столько всего, но из космоса поразила, что я хочу... А зачем оно, как жители, в социальной так далее? Сейчас оно лето не функционирует, по большому счету. Мы предлагаем просто закрыть вот эту травму для того, чтобы все более чище выглядело. То есть, чтобы там было покрытие, которое позволяет проводить мероприятия? Или так это использовать? Да, все это будет. Чтобы лето можно было там проводить активные мероприятия, а, допустим, у тебя сканейки, которые размещены на зиму, их можно просто забирать и так же использовать как елочную площадь на момент. Ну, и, конечно же, так как очень большой трафик, можно отменивать как зиму, как в городе, как заранее. В принципе, на этой площади можно еще и зарабатывать. Сезон, сезон. А есть дополнения в какую-то группу, может быть, что-то важное не прозвучало? Все сказали. Спасибо большое. Еще раз спасибо. Давайте, пожалуйста, спасибо большое. А, вторая группа уже есть. А, вторая группа, выходите, выходите, не стесняйтесь. Вот, вот там группа номер два, номер три, номер четыре, да ладно? Пять можно, а почему нет? А, живись, видите, как все будет выступить? Хорошо, с каждого. Смотрите, местные единицы повторяются, не надо говорить, что мы о этом уже говорили. Надо сказать, да, мы то, что рассчитаем, например, и еще важно вот это. Но если мы все это согласны, мы точно должны это делать. Предаим вам слово, кто вы в вашей группе и ваши предложения читают. Это молодежный совет. Так, сразу передаю в дело. Это получается тоже, у нас те же самые идеи, то, что говорили предыдущие. То же самое у нас было, мы должны удивились, точь-точь слова, потому что мы видим одну и ту же картину. Это вот получается вокзальная площадь, да? Каким должно быть это видеть? Она, прежде всего, должна быть узнаваема. Что нужно для этого сделать? Установить арт-объекты. Мы тоже думали северные ворота. Вот, Легенра Семеновна предложила установить ворота. Несколько. Несколько, да. Получается, чтобы вдоль дороги такие были навесные ворота. Чтобы их видно было, чтобы они соскотились. Потом мы еще посмотрели, вот здесь вот, за стикером можно посмотреть, зеленая зона, необычные кусты, фигурные. Потому что эта площадка, она кустует. Можно сделать какие-то необычные фигуры. С ландшафтами, пожалуйста. Чтобы это было, как у дефлора. Да, да. Потом контейнерное изделенение. Кто приглашал? Вы? И самое, самое необычное, самое интересное, это у нас тротуарная плитка в виде фашистового орнамента. Чтобы, да, чтобы... Не вонет асфальт, а там еле-еле прокрутись. Ну, еле-еле прокрутись. Так, а сделать... Чтобы это было красочно и это было видно. Затем мы идем по торговым китам. Мы хотим, чтобы... Мы же часто сталкиваемся. Идем вот по рынку и обязательно сзади сигналит. И это вот как-то так вот приятно. Трудно отходить, там... Постоянно боишься, олядываешься, тебе сигналит. Мы хотим сделать, чтобы это просто была пешеходная зона. Чтобы было определенное время для того, чтобы завозили товар. Например, 10 часов утра и, допустим, 10 часов вечера. И как бы здесь, наверное, нарисовать, наверное, больше надо будет. Нет, даже в форму. А где будет? Так, две минуточки. Ты у вас не знала, если... Так, получается, например, вот это разручное... Мы хотим, чтобы здесь, по середине, получается, было озеленение. Вот, допустим, даже в... Как-то у вас там контейнер, где у вас был. Контейнер, да, получать озеленение. И можно было сходиться, и чтобы по середине были вылетворы сомечки. Чтобы можно было снизить по данным автодород. Ну, получается, здесь у нас есть зимняя, и здесь без других. А зимой можно сделать вот эту растительность. Можно будет сделать цветными, украсить зимы. Ягодные, вот, зверные. Еще у нас была идея, чтобы сделать рамку вот так в Сочи, в Егере, когда... Кто-нибудь был, поделите, пожалуйста. Когда в Егер выходишь в Сочи, там получается такая красота, золотая. И ты идешь ночью, и это такая красота получается. То есть, когда мелкая, мелкая рябка, будто ты видишь, что это не у вас. Это очень красиво. Это, наверное, я не смогу использовать. Вот, например, наискожие. По поводу... Соблемет от фасадов. Здесь фасады, они, конечно, ну... Не... Ну, по-моему, да, они простые. Были бы, конечно, видеть, что она стала как-то в этом подходит. Здесь вот внешняя персика, и здесь вот, по-моему, вот, золотой вход. Еще хотелось бы, чтобы вы увидите, навесные названия для магазина, да, навесок были одинаковые. Потому что это везде раз. И, да, чтобы подойти, да, жевать с местами была. Буквально полный контент осталось, да. По поводу площади перед торговым цирком. Каким должно быть это место удобным для пешеходов и водителей? Естественно, невозможно сказать, чтобы все водители освободили площадь. Мы думали об озеленении, но это не вариант. Нужно огородить какие-нибудь поставить... Знаете, вот такие вот сооружения столбики, да, с шариками такие, необычные. Чтобы видно было, что вот здесь пешеходная зона. Потому что как ты с базара выходишь, извините за это слово, с рынка выходишь, и бежишь, чтобы тебя машина не сбила. Потому что здесь машины выезжают, вот отсюда выезжают, и непонятно, откуда машина будет выезжать. Ты постоянно оглядываешься, потому что боишься безопасно пройти вот эту зону. Вот здесь нужны именно вот эти вот это освещение. Просто есть асфальтированная улица. Это просто как вариант можно сделать, получается, чтобы цветовую гамму какую-то добавить. Поставить декоративные столбики с освещением для разделения пешеходной и автомобильной зоны. И вот елочную площадь еще возьмем. Каким должно стать это место? Оно должно стать людным. Потому что зимой она используется, а летом нет. Летом стоит, а весной и осенью это в основном грязь. Никто туда не ходит, и это неинтересно. Должно стать людным. Что нужно для этого сделать? Установить большую сцену с мультимедийным экраном. Использовать и летом, и зимой как центральную площадь для отдыха и скопления людей, чтобы это было интересно. Спасибо. Можно вопрос? А вот вы сказали, как центральную площадь для скопления людей. У вас же есть центральная площадь в городе. Или она... что с ними такое? Или она такая мерцающая для них или нет? Нет. А на то, что во время этой площади в городе получается нет. На такого время праздника в площади, а так и в парковках. Правильно? Да, да, да. Поэтому площадь очень хорошая. Мы можем говорить о том, что мы создали этот площадь. Ну... Спасибо большое. Да, следующая группа обещала было вам. Выходите, пожалуйста. Вы четвертая. Друзья, просьба не носить с собой все материалы. Мы будем с ними дальше работать. Ну... Вдруг кто-то нам не доверили везти с собой. Вдруг кто-то нам не доверили везти с собой. Придаю вам слово. Четыре минуты. Кто был вашим группой и ваши предложения? Добрый вечер, уважаемые друзья. В нашем группе коммунатчики. Кто, как и мы, как говорится, знаем, какие происходят мероприятия и слушаем из наших городских систем, сетей и городов. И из-за этого хотелось бы предложить вам нашу концепцию, как придумаем продолжение. По вокзальной площади. Значит, как уже предыдущие ораторы говорили, что вокзальная площадь – это действительно карточка нашего города. И мы тоже с этим согласны. Хотели по первому именно такому существующий наш паровоз, так называемый, какой-то элемент. Держи подворотами. Какие новые архитектурные формы. Здесь смотрелось. Потому что возле него все фотографируются. То есть это наше достопримечательное. Также, асфальтирование дороги необходимых. Это в первую очередь, потому что основная наша магистраль и установка парковок. И дополнительный парковок. Потому что не хватает парковок по этому месту. Также здесь мы хотели увидеть крытые по регионам навесы для пассажиров. Потому что нет возможности подачи. Это, я думаю, необходимо. По вокзале все будет. Ну, еще хотелось бы сказать, что у нас коня нет. У нас есть паровоз. Значит, мы рассматривали улицу Ленина 8-10. Победа 76 как улицу Балтона в Казани. То есть вот эти постройки, которые сделаны. Да, они, конечно, красивы с одной стороны. Насаждения, цветы, которые здесь растут. Но они не вписываются в этот дизайн и стеор. Если вы это все уберете, то есть спланируете, спроектируете. Все это сфортировали. Вот здесь важны те степлотрассы, которые нам сказали, что мы ее не можем убрать, потому что она не заложена. Можно ее спустить в землю. Ну, это за счет, конечно, муниципального. Тут все это, да? За счет консистенции. Или может так, может быть, у меня есть. Да. Установка малого архитектурных фигур таких, например, можно поставить здесь посетительные часы. Сканики. Потому что в основном люди здесь входят и общаются, так как рядом рынок. Встречаются, общаются, могут посидеть, поговорить. И наобъединили вот эту всю улицу и еще мы взяли вот этот вот фитачок. И рассматриваем его как продолжение этой улицы и полностью взять так для пешехода. Да, потому что если есть брать стоянку, то здесь могут автомобили поставить. То здесь могут автомобили поставить. А вот мы с электрикой инфаркторей, они говорят, что могут здесь делать перетачки, типа герлянки. Чтобы люди могли также отдыхать. Поставить здесь скамеечки, да. Да, декоративное освещение. Установить по всему периметру вот этой вот улицы. Да, чтобы подтягивать людей к данному месту и все это вот. И все это по-другому. А бауна почему бауна? Бауна там сидела? Ну нет, просто мы там были, видели. И просто в других местах. Маленькие бауны сделали. Люди ходили, отдыхали, сидели и общались с другими сторонами. Ну и по Ёлочной площади тоже, значит, мы тоже, по Ёлочной площади тоже вопрос такой, что мы хотели бы видеть данную площадь, чтобы создать площадку для мероприятий, так называемые. То есть круглый год на массовом мероприятии, круглый год. Но небольших, как вот здесь у нас на центральной площади, да. Чтобы могли там участвовать школы, детские сады, ну и другие. Молодежь. Значит, ну для этого установка небольшой сцены. Также у нас, кстати, по периметру вот этой площадки, мы планируем, что необходимо какое-то ограждение, потому что со всей стороны у нас дорога, то есть большой трафик транспорта и противотеррористический. То есть, если мы каждый год ставим какие-то блоки, поставим специальные декоративные трафик, сделаем. Полминуточки. И, ну, ландшафтный дизайн в этой территории. Экран можно поставить также на сцене. Освещение. В принципе, все. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо огромное. Следующая группа предпринимателей. Как раз, ну, все предприниматели, не все. Не все. Частично предприниматели с улицом. Не именно. Каташа, правда, между домами и руками. Пожалуйста. Четыре минуты. Двадцать вечер, добрый. За нашим столом были депутаты официального района, пониматели и судебные кристаллы. Так, и сразу же к делу. Во-первых, мы сразу озвучу то, с чем мы согласны, и как у нас идея совпадает, это северные вороты, большие видные, как лицо наше города. Дальше тоже облагородить вот этот проход, как скажем, да, возле Ленина 8 и 10. И, но, вот, сам факт маленького рынка нам хотелось бы оставить, потому что это традиционно для нашего города. И, как бы, все привыкли там отговаривать за рыбами свежие продукции, но их немножко сместить сюда и сделать небольшие теремочки. Можно даже, в принципе, мобильные, при необходимости, чтобы можно было убрать, да. И, пожалуй, самая такая фишка, в которой я хочу остановиться, это вот, действительно, елочная площадь, в которую мы залезли только зимой. Мы бы предлагаем, чтобы это стало местом общего отдыха. И решили ополкнуться именно, так скажем, проблем города, боли города, даже детей и родителей, наверное. Как правило, дети любят играть с водой. И наш фонтан, это, ну, как бы, так скажем, не совсем и безопасен для детей, но, тем не менее, они любят. И поэтому мы бы хотели именно, вот, на месте елочной площади сделать фонтан детям, который прямо с земли, так скажем, да. То есть, да, она, во-первых, полностью ровная, и это дает возможность, как бы, задействовать в зимний период по назначению, как елочная площадь. А вот в рейний период, там, если вот этот фонтан появится и вокруг будут скамейки, это уже будет местом общего сбора и молодежи, и детей, и мам. То есть, это будет и воздух другой, то есть, там, как раз, вот это, соединение улиц и, как бы, пыль. И вот, вот этот фонтан, мне кажется, решит куча вопросов. Это будет, действительно, фишка нашего города. Да, действительно, и поэтому это место станет излюбленным местом днем мамочек с колясками, детишек, которые хотят порезвиться в воде. А вечером, если там подсветка, пустить музыку, это, вот, местом, так скажем, любимым местом молодежи в воде. Вот, в основном, как бы, такие у нас идеи. Можно, пожалуйста? Здравствуйте. Я хочу добавить, для многих приезжих и для наших горожан есть очень такая деликатная тема – это наличие туалетов в этих местах. Поэтому мы бы предлагали какое-нибудь такое благородить, именно, где фокзану лучше, для того, чтобы не было. И в районе, и лучше нам прощать. Можно вам вопрос? У меня два вопроса есть, на самом деле. Первый вопрос про… Вы говорили, их переместить туда. Это вообще кого? Их туда-туда? Бабушек. Бабушек. Да, и ее, да, переместить немножко, получается, примерно напротив, где вот эта… аптека фарма, да, чуть-чуть, может быть, даже сюда. Потому что там, как бы, вместо… Широков, простой. Да, широков, простой. А, где сейчас так будет, там тоже так будет, да? Получается, где-то старые прививки. Еще забыл добавить, что мы хотим расширить эту улицу. То есть, как бы, сделать себя более широкой, чтобы удобнее было ездить прийти в праве… А вернее, разрешить праве транспорт только в определенные часы. Чтобы днем, как бы, именно на праве транспорт был спрещен. Второй вопрос. Я слышала флажительное слово «фанган». Каждый раз на него реагирую. Потому что фанган – это дорого, да? Вот и в городе, понимаешь, что построили очень фанган. Там, там, там. И что? И как? Недорого. А содержать фонган – есть возможность еще один? Нет, давайте тут честно. Вот это реально. Вот у нас не будет через пять лет два неработающих фонтана? Нет. Город говорит «нет». Можно шаговые. Нет? 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 Это что? У меня вопрос еще. Применеватели, кто… А кто на этой улице? Можете, пожалуйста, признаться за этим? Вот вам интересно самим как-то, возможно, есть ли короткий комментарий, участвовать в развитии этой улицы, поговорить про всякие тестовые проекты, какую-то активацию, ну, например, привести вывеску в порядок или сделать обыстренность на Новый год тоже? В детстве вообще, как вы считаете, соберем ли мы вместе с вами инициативную группу предпринимателей, которые этим занимаются? Возможно, да? То есть будем работать над этим? Мы все понимаем, что чтобы красивая картинка стала явной, нам надо все начать договариваться прямо сейчас. Да? Да, и рабочим местным, кстати говоря. Пожалуйста. Добрый вечер всем участникам. Наша группа немножко спортсменами может говорить, как сильно сотрудники администрации. Послушав все несколько предложений, у нас концепты совершенно договоряем, поэтому чуть-чуть будет отличаться. Ну, начнем с вокзальной площади. Когда приходит начать поезд, первое, что надо, это некую арку сделать прямо, чтобы вход и арка была прямая. Ну, естественно, прогородить поезд, который заключается для фотографирования. Далее, значит, входа отведения обязательно, подковка организованная, и идем дальше в сторону торговых рядов. Первое, естественно, это перекресток. Первое, естественно, это перекрестки. То есть, организация перекрестков для безопасного перехода. То есть, обязательно хорошая разметка. При возможности сейчас делают такие навесы и освещение прямо непосредственно на дешевую дорожку. Далее, получается, вот это у нас старый вокзал используется со всех сторон транспорта. То есть, вот эта часть тоже ограничивает доступом машин. Но, так как у них здесь есть заезд, соответственно, отсюда можно заезд-выезд, где-то можно вообще перекрестить. Но здесь стоят такси, поэтому можно какую-то часть оставить. То есть, пешеходную, ну, позволяйте пешеход и транспорт. Но далее транспорт уже надо полностью закрывать досюда. То есть, то для закустика проставить эти торговые годы. Что касается уличных торговцев, для них организовано место на рынке, поэтому там место есть семья. Но бабушка не хотела. Мы ее без охлаждания. Не хотят бабушек. Сказали, вот не хотят. Ну, во-первых, это плавно, а во-вторых, это общение. Нет, плавушка, точнее, плавно. Ну, 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 плавно. Да, да. Ну, ладно. Это как слово, простите. Ну, воспринимательное слово. Не знаю. Ну, хорошо. Если здесь оставлять такого ряды, но они хаотичнее, поэтому организовать какую-то некую концепцию, чтобы они были в едином стиле. То есть, не стояли вверху на полу, а плавушки, соответственно. Сидели как будто бы не стояли. Что касается магазинов, которые находятся в здании, то сделать в едином стиле. То есть, чтобы не было вывеситые разные все, цвета разные. И, соответственно, для доступа мало-магерных людей, чтобы у одного плита был короткий, съездный колец контролл. И, при возможности, некую сеточку в виде освещения. Следующий у нас этот переход тоже пешеходный. Тоже небезопасный. Надо сделать его безопасным. То есть, это освещенная и далеко-ведьмая размерка. Парковка остается, но часть делается, соответственно, для продолжения для доступа к елочной площадке. То есть, чтобы полностью пешеходная зона была, не прервалась с автотранспорта. Елочную площадку, так как у нас движение с трех сторон очень большим потоком, соответственно, озеленение в виде ограждения, чтобы оно ограждалось зонами от автотранспорта и от шума, и от пыли. Ну и от того, чтобы дети не выбегали на проезжей части. Здесь предусмотреть как-то некий перекресток сам. Вот с этими треугольничками, может быть, при возможности. Тротуарную плитку, чтобы можно было во все стороны, да, продолжить движение, выйти туда-сюда. Для установки елочной елки на посадку, если не приводить ставить, а именно посадить, и чтобы оно здесь росло. В углу, значит, небольшую стену в виде ракушки, чтобы можно было точностью закрывать. И какое-то некое полотно для организации ленинг, например, в кинотеатрах, ну и общество для молодежи, соответственно, ограждения. Ой, не гражданин, а ленинг, а ленинг, хрущатки тоже, чтобы не на земле. Можно было куфики поставить, допустим, ну, ленинг и церковь. С цепутинных площадок построить? Потому что можно использовать большие количества людей без проблем. Да, то есть мероприятия проводить, как Вы спрашивали, используются площадь в нашем центре Анар. Используются добавлены вообще масштабных мероприятий. А здесь, чтобы было, можно было какие-то маленькие мероприятия. Те же праздники, организации, День рождения, ну, там, для детей, например. Ну, вот как бы это было бы все. Отлично. Большое спасибо. Может, есть какие-то команды дополнения? Нет? Нет у вас дополнения? Вы только отмечали на цепле. Вы больше, чем два. Мне кажется, очень важно. Сейчас это обозначили перед нами проблемы все четко. Разделение пешехода, разделение автомобилиста. Вообще, в ГИБДД-шнику нужно срочно начинать дружить и попадать в эту программу, потому что пешеходные переходы были безопасными. Спасибо, это очень важно вообще. Одно важное время, что тебя машина считает, а ты должен влечь. Ты должен расслабиться, да. Вот почувствовать в себе безопасность, в этом улице, в этом общественном пространстве. Это вообще-то очень важный вопрос. Спасибо вам огромное за это. Следующая группа. Кто у нас готов? Всего передавали по одному, что они не боятся пешеходам. Но пешеходы, видите, хотят, чтобы их боялись еще больше. Кто следующая группа у нас готов выступать? Да? Кто готов? У нас одна группа там осталась такая скромная. Внутри, я знаю, да, вы и еще там сзади у нас одна группа. Кто поставите? Давайте, выходите, выходите. Донести снимайтесь. Можно вдвоем сразу? Давайте, мы сразу передаем микрофон. Вы можете начинать еще рассказывать, потому что ваши руки были вообще-то жительными. Эти самые улицы, которыми улица пока еще. Четыре минуты. Время пошло. Начнем с приводциальных площадок. У нас, как бы, сейчас уже проявился новый сквер. Он, как бы, открытый весь. И, ну, и машина, получается, у нас есть, и здесь проявлен. Ну, его надо так-то зеленый, плотно, на нем. Береги не закрыты. Потом у нас основной проход здесь, и здесь межустроный берег. Мы видим здесь что-то проявленное. Ну, наверное, уже, где-то порт, где пешеходный. Чтоб уже люди пошли за одно место переходить начали. И пошли уже на нашу предполагаемую пешеходную зону, которая будет вообще ограничена от машин. Если мы перекроем ее с этой стороны, движение транспорт будет заезжать с этой стороны. И уже здесь открываем пешеходную зону. Пешеходную зону, мы, так вот, тоже, такие, как люди просто у нас нефигурные идут. Кому что-то надо, опять-таки заходят, там, в аптеки, в магазины, или, там, бабушкам подходит. Мы хотели это островками разбить. Там, мы берем из гамейки, из деревни, там, прямо посередине, чтобы люди останавливались. Что касается магазинов, ну, их надо в какой-то единый стиль всех заводить. И те же самые посадки. У нас здесь сверху есть танцы, как бы. Они, там, и по планету, готовы, как бы, площадь для... Или обрамы, такие, какие-то изображения. Что и 76-й дома открыт, и свадьба, и с этой стороны, и с этой стороны, что эти же дома-дарцы. Переходя уже на эту парковскую зону, когда ее сортировали, тоже предполагали, что тротуар будет правее, мы его, как бы, чертой тоже не нанесли разметку. Ну, люди все равно, не смотришь на эту разметку, и тут уже так им удобно. Какие же наглые написки. Пишут в форму. Пишут в форму. У нас мысль была его перенести, эти знаки перенести и само разметку. Ну, пока в таком виде она осталась. Тут тоже два вопроса, как бы, или можно пройти прямо, вот здесь есть свой большой набор, который там, ну, пока не понятно, как он был выстроен. И обходить с этой стороны тоже на освещение современное какие-то, можно сказать, пушкинские фонари там, все такое, что было полностью освещенное в одном едином селе. Пушкинские фонари. Да. Ну, вот так. Что-то такое. Классно. Надо разограться с этим. Да, есть и здесь фигменты, а здесь уже только фонари. В общем, какой-то, например, стилистика, освещение, чтобы оно было как-то выложено. То есть у вас запрос на какую-то художественную подсветку тоже, эстетику, удивленную. Ну, и, ведь нужно, наверное, если что-то делать, и в остановочной комплексе, что и на этом месте, что и здесь, на какой-то единице. Кстати, наше замечание, то есть внимание на остановке. И в елочной площадке мы видим ее тоже с какой-то сценой, с каким-то маленьким, там, с театром, с деревьями, с разными подходами, с разными сторонами. Вот так, 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 так. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Мне может быть вопрос к вашей группе, участникам группы, потому что, вообще-то, очень важно, мне показалось, гораздо важнее всего улица Ленина. Какая? Улица. Как мы ее назовем так? Что это у нас будет? Улица? Не улица? Торговая площадь? Нет, он очень теплости. У нас же у нас такая, там, Тель-Улок. Так, она уже... В общем, можно поговорить, можно поговорить, надо подумать, как вы ее назовете. У меня вопрос, сколько местных жителей думаете о устройстве этого места? Приятно ли нам собрать жителей вот этих домов, поможет с этим, чтобы они так же хотим и выключились эту работу дальше? Микрофон на стороне? Слышь, что? Кто готов ответить? Не да, почему я спрашиваю вообще, да, собственно? Микрофон на стороне. Значит, мы предложили хорошие вот такие островки для отдыха. И многие говорили, вот я между столами ходила, когда вы работали, мы говорили, что когда-то здесь была возможность отдохнуть. Даже мама с колясками ходила, потом скамейки все убрали, отдохнули, с улицы ушла. Улица перестала быть, улица стала проездной. Начали машины ездить туда-сюда. Вот такую историю я слышала неоднократно с вами здесь. У меня вопрос, не будет ли местным жителям, ну, вам мешать, если здесь будет кипеть активная жизнь? Потому что у местных жителей есть такой синдром международный, называется «Только не у меня на затворке». Ну, это вот, например, я. Да, то есть мы не хотим, чтобы люди были против. Что вы думаете об этом вообще? Пару слов можно услышать? Кто готов? Непонятно пока, да? А можно микрофон, чтобы вас услышали, да? Микрофон. Микрофон, это вот. Не слышно просто, да. То есть мы очень будут будать молодежь, туристы. Значит, нам с вами надо собирать местных жителей, да? Вместе. И обсуждать с ними, что они об этом все думают, как они думают. То есть жители будут против. Ну, я знаю, не надо прошло, заезжать в вопрос, как у тебя не будет, а я дам молодежи, только шутку, а я дам молодежи. Что машины? Я. Я здесь. 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 У вас есть борьба. Конечно, надо учитывать этот факт. Либо вы должны создать так много скамейок на этом маршруте, что молодежь будут тусить, например, на елочной площади, им будут там интересные город у вас. Нет, но надо раздавать в суде освещение. А освещение нужно, просто. То есть маргинальные все эти вещи происходят когда темно. у меня просьба такая большая для работе. Смотрите, камеры по борьбе, туда, в елочной. В общем, и камеры, и куда? Куда? Да. А-а-а. Петро. 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 Это очень, ну, креативная идея, очень. Пasten 참. Спасибо вам большое. У меня просто, если можно, в администрации города и к вам. Давайте, пожалуйста, попробуем в следующий раз собрать обязательных местных жителей. Вот прям отдельно, отдельную встречу сделать. Да, да, да. Вот в следующий раз, примерно в конце месяца. Лиза, мы уже первыми на работу не приедем, чтобы конкретно обсуждать. И все возможные риски, которые с этим связаны, чтобы им этот проект тоже не нужно нравиться. Спасибо большое, Штура. Последняя группа у нас осталась. Приглашаю вас сюда. Давайте их подпадрим. Все же выступили остальные, но от вас будет комментарий. Так, пожалуйста. Добрый вечер. На нашем группе работали представители оборудования культуры. И часть была представителя администрации городского поселения. Для того, чтобы не растягивать жителей, нас осталось до тех особенностей, которые еще не были озвучены. В принципе, мы, предыдущий оратор, вас было слабо, но в целом областе. А они у нас даже не то, что скажут, это нарисован. Но, давайте так. Буквально, обороты это банально, это неузнаваемо, это ни о чем. Если мы делаем, вот, отдавать данное уважение тому, что нашей станции 100 лет, а символов железнодорожной станции какое-то время, вот такие вот, железнодорожные колокольчики, отдавали сигналы, это может быть какой-то такой объект, как вот этот железнодорожный колокольчик. А, да, да, да. В нашей северо-западной зоне выезжают на Горьбусскую железнодорожную через нас объеду. И для того, чтобы просто выпили в Геннабуле, чем можно озадку, как бы отметил себя. Даже горошка, которая является символом многих народов, и символом нашего района, так как мы проводили в Африканский праздник гормон. Пусть это будет либо фото, но баннера надолго не проживет, но можно сделать это какую-то как малую форму архитектуры, как эта железная горошка рядом с которой, может, это хуже, чем с горошкой. Рядом с которой можно встать и сфотографироваться. И таким образом обозначить нашу, как бы, особенность в этой фотозоне. И также, возможно, здесь отражение, вот на этих вот, должно быть, части этих вот воротиц. Это, соответственно, башкирский орнамент, может быть, символ башкирского мёда. То есть, показать, что мы уехали в Башкире. Ну, узловая станция здесь, под дорогу. Теперь, что касается зоны парковки, она здесь необходима и недостаточно. Если мы переносим мост вот в эту сторону, планируется, я поняла, вот в эту сторону, желательно хорошего тротуара с этой стороны нет, дети пойдут где-то вот здесь, соответственно, в школу в лицей. Это транзитная зона будет. Соответственно, здесь надо подумывать, хорошие, как дети двигаться будут в школу. Если они будут заходить где-то сзади, на территорию школы, как-то здесь обходить, но тротуара здесь с этой стороны нет. Скажем, из дорожников продолжим до конца освещение. Ну, кто-нибудь вот здесь значит, вот эти окна, исторические окна. Вот эти исторические окна, это просто этот напрос на стиле, когда-то там на заборе, спал на стиле, как-то на начинке. Но исторические окна, это интересная задумка, которую можно продолжить. Также мы с такой задумкой встречались, когда выезжали на Всероссийский заботой, вы представляете, там были национальные такие исторические окна, то есть национальный костюм, актеры на фоне этих исторических окна подсидели. То есть это тоже интересная идея. Автомобильный вокзал. Возможно, если это и хватит здесь места, продумать небольшие такие навесия, для того, чтобы население могло заходить в автобусы под дождем, необходимость на грамоте, как бы перекрыть немножко. Затем, если мы двигаемся дальше по этой улице, есть, как и все, также планируется освещение здесь единственное, чтобы недовольства жителей не было, оно должно быть такое, чтобы, ну, не фонарами в окна светить, чтобы такого неудобства не было. И желательно, конечно, сохранить эту вот малую торговлю. Тем более, что эта малая торговля, она здесь и была. Это деревянные такие прилавки, они были сколочены, напротив хлебного они здесь были. То есть у меня еще мамочка там сидела, но сейчас мама у меня здесь сидит. Поэтому, тем более, люди домой здесь идут на обед, или на обед с обеда покупают. Это вообще удобное место. А насчет того, чтобы перекрыть, это, конечно, дело хорошее, но надо продумать здесь. Некоторые подъезжают, закупаться. Люди, население обычно не продавцы загружают домах, а люди останавливаются, загружая крышками и кулами. Вот это, конечно, тоже не так, как бы это было. Так, двигаемся дальше. Парковка, само собой, остается. Вот здесь вот очень много, как бы, по форме очень интересная дорожка сделана, которая требует закончить ее озеленение, типа английской горки. Они это начинали, и каким-то образом это у них заглохло, и теперь это просто выгодная земля. Но ее бы озеленить до конца, продумать. Тем более, что она такая интересная, которая требует доработки, как по нашему мнению. И раз мы в управлении культуры, двигаемся дальше на ее ночную площадь, люди говорят, что ее летом не используют, но вот я, например, когда с ребенка приходила, мы в «Кризис» здесь играли. У нас в городе большой такой площадке, куда вот закинут тарелочку, вот, чтобы она летела. Парк, это невозможно, где он тогда ободку, и он спошел там, дерево какого-то, человека. А это вот очень удобная площадка для летнего, вот такого, просто это не спорт. Это не спорт, это просто досуг с ребенком. Вот мы идем, например, занимаемся именно на этой площадке. И поэтому вот такое открытое пространство, оно желательно. Но, конечно, требует зеленое ограждение, требуется. Пусть это будет и забор, потому что забор, это сейчас в городской пространстве считается как-то не очень современно, но зеленое ограждение в любом случае не нужно. Если это скамейки, то пусть это будут скамейки-качели, чтобы это было вот. Ну, тут скамейки у нас они и так, и так есть. Соответственно, просто вот в таком виде, чтобы люди могли еще и отдыхать. И если это сцена для оппон-эн, как сейчас говорят, или оппон-бул, когда всех собирают после провони, сзади, конечно, необходим. Я не знаю, насколько сейчас это существует, и такая возможность. Если эта сцена, например, в обычные дни, она, например, какая-то круглая или высокая со всех сторон с подъемами, а возможность установить вот этот купол, была бы она, такая, что купол установили на большие мероприятия, но бы они не большие мероприятия. Потом мы бы консервируем, то, что население будет, то есть у нас постоянно это будет задник, у нас будет хулиганами приводиться в неподное состояние. Поэтому какой-то такой мобильный задник появляется, и потом просто оно как-то слышно здесь, просто дети могут поплясать, в ладоши может посидеть на гитаре поиграть. То есть это площадка для УПЛФ. Также фотослона, так как у нас там сейчас есть тоже маленькие, у нас архитектурные формы, это, в принципе, используется люди, там фотографируют, это символ у нас стоит, и на новом сердце наше, в принципе, дурно-дурно-дурно-дурно-дурно-дурно-дурно-дурно-дурно-дурно-дурно. Поэтому это все равно должно сохраняться, это каким-то образом просто надо вписать в общем. Там же у нас всевозможные вот эти визы металла сделаны, то есть это просто дополнить, до ума довести, мне кажется, это фотослоны, даже для молодозонов тем более, что у нас они по этой дороге ездят, где-то вот может на него приедут. И вот сейчас отдела образования здесь нет, но у них было пожелание, когда мы собирались в управление культуры, тут напротив станции и иных техников, они бы могли со своими мероприятиями, тоже безопасное колесо, те же какие-то более современные такие вот, скейт-соревнования на скейтах, может быть, картинги вот где-то вот здесь, это не просто могли бы выходить. Но это не надо асфальтировать полностью, это должно быть какая-то такая разумная организация пространства. Что нужно? В общем-то, в принципе, все. Спасибо. Я очень надеюсь, что у нас получится выстроить плодотворное партнерство с всеми, кто в городе организует мероприятия. Например, даже неформальные мероприятия, вот эти ребята, которые вы сделали этот фестиваль, поставили знак, я могу сказать, что это нашим. Это, мне кажется, очень важно, дружиться все вместе, попробовать вместе что-то делать. Друзья, мне кажется, вы все большие молодцы, потому что времени уже начали с 15.10, а мы все здесь почти в полном составе. Было много интересных идей, и в то же время во многих вещах все сошлись. И получилось какое-то целостное такое увидение, какие-то принципы уже, которые мы сможем спрогулировать на основе вашей работы, о том, что вот улица, проход, пролом между домами и рынком должен быть стать улицей, наверное, пешеходной. Приоритетом пешехода отличная была идея по реверующим часам, когда можно заезжать, то есть чтобы разделить все функции. Обежная работа с фасадами, разработка единого какого-то правила, того, как оформляете фасады, входные группы. И это значит, что подошла работать с предпринимателем, потому что сами по себе все фасады не обновлены. Это можно не только придумать правила, а надо вместе придумать правила, с которыми все будет согласны, вместе кипотапно реализовывать. Плюс мы хотели активировать крышку, нужно было для лопоподопорщения, какое-то знаковое место города, то есть все мы постарались учесть. Мне еще показалось, что ворота не могут, да, и на лодке ворота, все, но это ваша перед идеей сегодня очень четко звучала почти у всех. Но возможно, да, архитекты предложат какую-то еще другую конкретацию. И посмотрим, как ее можно в проект нести. Но это такая действительно интересная идея, потому что проект весь про то, чтобы люди, приезжающие мимо, заходили на феда и помогали экономике горки как-то развиваться, что-то покупали. Ну, люди, приезжающие на автовокзал, ну, на ЖД вокзал, то есть они могут быть, в общем, тоже каким-то таким полезным туристикам в городе. Это же есть ворота города, ворота Пашкеря. Это, мне кажется, даже с точки зрения формирования какого-то и науковского продукта и активации экономик места, да, хотелось бы, чтобы выезды подошли в следующем состоянии, но все равно это может быть какой-то важной задачей. Дальше мы говорили про елочные удачи, тут тоже, но я не буду повторяться, но мне кажется, что нам очень важно еще понять, а кто конкретно, что здесь готовы делать. То есть если вы знаете кого-то, с кем нам важно поговорить, кто может уже организовать мероприятие, пожалуйста, свяжите нас. Мы будем вам очень благодарны, потому что тогда программа культурная, которую мы будем записывать для этого места, станет жизнеспособной. Будет не просто список мероприятий, которые кто-то должен организовать, это будут реальные люди, которые хотят что-то делать, если вы пользуетесь. Может быть, есть какие-то дополнения важные, которые не выразличаемые, которые у вас как идеи появились в процессе обсуждения? Есть? Да, пожалуйста. Сейчас микрофон, да? Что там было с зуми скейт-парка, допустим? Да, да, да. Да, Дуды. День, добрый вечер. Хотелось бы для молодежи сделать очень много у нас катаются на скейтах, на BMX, если вы, наверное, в курсе, что это такое. Им не где, как бы, сделать свои руки, а это очень годно, это очень популярно. Им бы хотелось это. Я предлагал это сделать на площади, елочной площади. Там не очень много места надо, буквально квадратик. Ну, небольшой, это не значит, не могу точно сказать, но это будет круто, молодежь поддержит, потому что на данном моменте как-то они катаются по всяким там подъездам, спускам вот, инвалидным, да, допустим? Пандусам. Пандусам. Вот это вот, видишь, брубок, брубок. И еще, так как вот здесь спортсмены были, но, к сожалению, я почему-то от них не услышал, я являюсь тоже спортсменом, играю за сборную вошли в Тобыча. И, сколько я себя помню, здесь я встану, даже лучше я встану, выйду. Вот сколько я себя помню, единственная площадка, которая у нас есть для развития баскетбола, она находится во второй школе. Мне 30 лет. Во второй школе площадка, я пришел туда, асфальт там был. То есть, как бы, мне уже 30 лет, 20 лет там уже ничего не делали, да? То есть, вот хотелось бы вот эту вот площадку баскетболную где-то увидеть тоже, возможно. Было бы круто очень. Вот, спасибо. Спасибо большое. У нас еще какие-то комментарии. Все, да? Тогда я передаю слово наше... Да, у нас вообще повезло, по-моему, было бы сегодня в сезоне в самом утро, так не счастливое. Да, слово разница не видит. Я не стану с начала, еще раз, в первую... Вы же вчера приехали? Да. Это было бы хорошо, если вчерашний день, ясно. Но так не получилось. Уважаемые народцы, присутствующие, уважаемые главы, на самом деле, наша команда сегодня нам открывает глаза и вы показываете, что вместе обсуждаем и можем достичь нового. Но, во-первых, я хочу призвать наших и на улице. Здесь заметил, вы уже, как модератор, сказали об этом. Просто так подавать идеи это одно, а когда их реализовывают и людей, желающих вложиться, вы думаете, все за счет этого бюджетных денег будет делаться? Нет. Тут нужно, чтобы вовлечено было и предпринимательское, и малоперное сообщество, те же туалеты, те же, для катания на скейте, да, вот эти элементы, это же опять было все предпринимательское сообщество делать. Мы просто место определяем, и кто-то кому-то, кстати, про школу я, Радий Харькович уже сказал, что у нас очень сегодня плачевное состояние площадей детских садов, школ, они давным-давно никто туда не скупал ногой. Это будет следующая программа, что Светлорова Радий Харькович тоже оценил предложение, скажем так, он уже о этом где-то сказал. Я за него не берусь там, гарантированно. Но этот вопрос озвучил он здесь, именно в Геналу. Вообще, в целом, мне понравилось то, что молодые люди говорили, и реально Геналу, в части Геналу, северные врата республики Башкорстан и по ней студия в целом республики, это цитата, высказанная «Местаем Каримом, посещая Новый Северный район». Поэтому мы за него удерживаемся, за эти слова. И здесь согласен, абсолютно полно-кодинник, понравилась идея издактанных Башкирский, выстроить привокзальную кончень со стороны перома. И здесь то, что вот Марина Юрьевна сказала, то, что полокон, это все предусматривает вот эта площадка, где мы памятник вместе с железнодорожниками, мы сооружаем там 8-метровый стоп, где памятник военным железнодорожникам, где в том числе и колокол листа на самом деле золо. Это арт-адык, это арт-адык, это арт-адык, арт-адык, где можно будет садократироваться, точно так же, как после этого памятника, который отрисовывает наши науки. Здесь вот было, сделано замечание опять-таки, у Ольги Владимировны, у нас вот эта часть, где больница, тыльная сторона, где церковь, где вот это Ла-Фанка, Ла-Фанка, ну там ужасно, там реально ужасно, там некрасиво, там плохо. В целом, стоянку машин переводить надо на эту сторону, хотя вот площадь старой жилой больницы, она парка не задействована никем, стоянку максимально передательности и максимально здесь пешеходную зону сделан. Здесь площадь, естественно, не может быть. Без моего сожжения куда-то ели, да? И у нас, естественно, там будет дальше зеленая зона. Но я предлагаю все-таки вот эту площадь, вокзал и с вокзала открытый город оставить свободу. Его затенять ничем не нужно. Это мое подражение. Но пешеходные потоки естественно нужно. Правильно, опять-таки, с Мариной и мы согласны. Там школа вроде бы готова отступить. Здесь уже с переходом дети должны организовывать движение. Это тоже логично. И пешеходные туда. Однозначно здесь это возможно, хотя бы пешеходные. И дальше я уже чуть критичнее отношусь. Здесь уже продаж у нас мешками сахар не продают. Можно без машин давать здесь. Давайте научим не на улице заставлять машину где-то 50 метров и пройти с пешком. Мы все ходим до двери магазина дает. Но так не бывает. Мы уже настолько отменились, что мы уже до ступенек доезжаем на машину. Вот это полностью закрыт. Заезд продукции, товаров до 8 утра и категорически все. С 12 до 8 и все. Согласен с тем, что тут отлично освещенная зона доска. Магазины, между прочим, то, что мы говорим, однообразно мы никогда не сделаем, но нам можно задать параметры установления выписи, шрифты и так далее. А в один цвет это не эвакулатор, мы их не сделаем никогда. Каждый себя позиционирует по-разному. здесь закрыт. Кроме этого, я предлагаю здесь некое такое ограждение оставить, здесь стоянка машины, и вот эту зону тоже перекрыли. Потому что пересечение улицы Ленина и Советской там не пешеходно не организован, там очень опасная зона. Там здесь выходит машину, поворачивает, отсюда поворачивает, пешеходы идут, здесь просто закрыт. Для тех, кто на машине вот этот промежуток объехать сюда вообще ничего не стоит. Здесь полностью пешеходное оставить, люди здесь согласны. Здесь идея эта, буквально перед тем, когда осуществили молодые люди в Павло фонтаны, я тоже точно так же согласен. Здесь должен быть фонтан, другим ничем не заменить. И для того, чтобы здесь грязи, лужи, ничего не было, можно дешевую кутерку. Идеально выркнуть, посеять заново газонную траву, и все. А дальше дорожки, конечно, я примерно нарисовала, дорожки, вывески в разные стороны, где люди ходят. Естественно, да, пустарникам обсадится. Ну, это ограждение пустарниками. Все. А фонтан, хоть это дорогое удовольствие для города, но тот фонтан у нас, здесь он немного запрятан, он для парковой зоны, а это красивая зона, то, что делает возле паркса по синтезу, в трюфе, да, вот примерно такой фонтан, может, меньших размеров, с подсветкой, гейзерного вот этого исполнения, он, наверное, место прекрасно. Спасибо. А дальше уже, мы с Владимиром мечтали дальше, конечно, проект продолжить по улице. Буквально два дня мы с ним в этот проект вбить, конечно, со въезда со стороны Уфы, мы уже Азина в этом году в улице получим хороший асфальт, тротуары, вот эту зону въезда в Азина, ростовую деревню все убрать, посадить красивые, формируемые деревья одного типа с двух сторон улицы Азина, там, жаробитное миллион, еще что-то там формируется, вот такие, но это вот такие, как мы отождаем. Спасибо. Спасибо еще раз за то, что вы дали возможность. Мы теперь понимаем, только начинаем, что мы можем. Реально, общими усилиями, общими идеями. К этому я всегда призывал, может быть, не так это получалось, но сам формат вот этот, отличный, я думаю, следующая наша встреча, она будет еще шире, и зал нужен нам лучше, и, конечно, и проекторы с двух сторон, чтобы они были детьми. Мы готовы, команда готовы. Спасибо. Есть возможность сказать? Спасибо. Спасибо.